Прикольно. Мы находимся с вами в деревеньке Гаена. Это 10 километров от города Плевля на севере Черногории. Местечко, как видите, славится своей старинной архитектурой. Сочетание камня и дерева, все, что находилось рядом с людьми, из того они и строили. Здесь этих домиков осталось, может, штук 10. Они находятся все в одном местечке, поэтому интересно посмотреть. Люди до сих пор в них живут. И, к примеру, вот этому дому за моей спиной 86 лет живет один дедуля. Такие дома вы никогда не встретите на море, на курортах Черногории. За ними надо ехать вглубь страны, где люди живут старым способом, где занимаются сельским хозяйством, животноводчеством. Живут простой, обычной жизнью, в принципе, как наши бабушки и дедушки. А я с Вадведем вишу от Седом Кутя. А школа где была? И как пешки и шли? Знаете ли вы, что такое шиндра? А вот она за моей спиной. Это деревянная черепица. Ей покрывали много домов на севере и северо-востоке Черногории, где находятся плевля, плужины, жабля, кандреевицы, бираны, белое поле. Из чего же делают шиндру? В основном берут нижнюю часть ствола ели или сосны, где-то от одного метра, ну и потом уже нарезают на такие дощечки. В чистом виде она служит лет 20-30. Если покрасить, полакировать, то 50-60. Ну а потом меняют. Возможно, из-за развития туризма на севере Черногории стали возвращаться к старым технологиям строительства. Когда будете гулять у Черного озера, обратите внимание на крышу относительно нового ресторана. Также деревянной черепицей укрыто этносело Надгора-Резорт, где домики полностью выполнены из дерева. Здесь очень приятно ночевать и чувствовать единение с природой. Но важно знать, что шиндры укрывают крыши только с большим уклоном. Это, чтобы не скапливался снег и влага. Хорошо видно на примере Савардака. Это такие конусообразные строения. Как вы понимаете, в 21 веке молодежь таким ремеслом не увлекается. Все хотят быть директорами, сидеть в кафанах, ничего не делать, перекладывать бумажки, бюрократией заниматься. А этим занимаются люди возрасте. Их сегодня в Черногории осталось, к сожалению, единицы на вес золота. Но шиндра, как мне кажется, сегодня возвращается в Черногорию и покрывает не только частные дома. Вот, к примеру, я стояла только что у коровника. Бывают церкви, мечети покрывают, котуны. Это такие домики для пастухов. Так что увидите, вспомните. Это такие шайки. Ну что, любители старины, деревень и такой интересной, аутентичной архитектуры, мы находимся как раз у такой. Эти домики называются в народе просто котуны, то есть жилища пастухов. Пастухи обычно приходят сюда где-то с мая и по октябрь. Они простой достаточно архитектуры. Такой можно назвать савардак. Раньше их еще соломой укладывали, а чуть позже начали укладывать такой деревянной черепицей. Она, кстати, не дешевое в изготовлении. Для начала нужно свалить и разрубить огромную ель, ну а потом мастер разделывает ее на дощечки и придает правильную форму. Работа хоть чистая, но физически тяжелая. А вот больше заработок получается, если этого же мастера позовут крыть крышу к шиндрой. Раньше в одной лишь деревне Любницы было 50 мастеров этого кровельного покрытия. А нынче во всем регионе Бераны осталось всего пару умельцев. Такая архитектура на севере Черногории может стать чудесным фоном для фотосессий в деревенском стиле. Сплетите венок из полевых цветов, нарядитесь в летний сарафан, и Черногорию на этих фото никто не узнает. Ну а я вас приглашаю к той сливе. Матю! Натур-продукт, ваше здоровье долголетие. Никогда в Черногории не мою фрукты и ягоды с дерева. Чисто. Если деревня Гайны не туристическая, то в Матаруге уже заезжает масса людей, чтобы посмотреть на изгибы реки Чахотина. Тут тоже есть домик с деревянной черепицей. Об этом уникальном месте у меня уже есть ролик на канале. Ссылка будет в описании. А я жду ваших подписок, лайков и комментариев. Расскажите, как вам мой рассказ о нетуристической деревенской Черногории.